Добрый день, друзья! С вами Жасулан, канал Диктатура Закона. Бедность нашего населения. Сейчас активно обсуждаются в социальных сетях, и это все усиливается в канун 30-летия независимости Республики Казахстан. Даже политологи сейчас говорят о том, что мы все просрали. Просрали всю страну. Одним из важных индикаторов развития страны – это закредитованность населения. Важный индикатор – это закредитованность населения тоже. Она очень колоссальная в стране, если брать даже по цифрам. Многие живут от заплаты до заплаты, и большое количество людей живут в кредитах. И даже на официальном уровне эту тему постоянно каждый год поднимать. Что делать дальше? На вопрос, что делать дальше и куда ведут наши законотворцы, разбираем в этом видео. Итак, смотрим. Началось все с того, что в Алматы закредитованное население вышло штурмовать здание Национального банка. И там снова были обращения к Терентьеву. Все это, друзья, безусловно указывает на несостоятельность работы агентства по регулированию развития финансового рынка. Да, такая вот печаль. В стране 2 миллиона бедных людей. То есть это довольно много для страны с таким большим количеством ресурсов и небольшим населением. С самого начала года мы говорим про шарашкины конторы, которые кредитуют наше население. Говорим про завышенную закредитованность населения нелегальными кредитными организациями. Что займы пачками продаются и передаются этим махинаторам. Где-то за маленькие деньги, а где-то вообще бесплатно. Все они аффилированные лица. И здесь агентство не контролирует эти микрозаймы. Они говорят, что это как бы не их тема. Что они контролируют только тех, кто зарегистрировался и получил лицензию. Необходимо отметить, что в соответствующей действующим законодательствам деятельность организации, предоставляющих так называемые онлайн займы, не подлежит регулированию со стороны Национального банка. Вот слушайте, зачем контролировать тех, кто принялся работать в белую? У них же есть лицензия. А теневой рынок, вот сейчас вот он остался без надзора. Нужно контролировать те, кто работает в теневом рынке, те, у кого нет лицензии, те, кто выдает эти займы почти черным налом. Вот там, откровенно говоря, нужен тотальный контроль и надзор. Вот что даже пишут по этому поводу в здании Сената. Насколько нам известно, банки и микрофинансовые организации продают оптом просроченные кредитные портфели, где цены колеблются от 7 до 20% от номинала. Хороший бизнес, когда скидка на покупку составляет свыше 90%. Более того, имеют место прецеденты, когда микрофинансовые организации по непрозрачной схеме безвозмездно передают микрозайм. Делают они это в пользу новых кредиторов, коллекторских агентств или физических лиц, фактически аффилированных с микрофинансовыми организациями. Вызывает возмущение подобная практика бесплатной передачи или продажи кредитов с огромной скидкой. Такое ценообразование в лучшем случае несправедливое, а в худшем похоже на произвол начала 90-х годов. И вот самое интересное, что когда этот вопрос касается АФР, они такие отчитываются. Вася, вы чё, такая работа делается. Всех напугали, всё настроено, зарегулировано, у стенки стоят, не дышат, дрожат. Но обман же, друзья. Там отчитываются с одним лицом. А здесь втихаря строчат в суды вот такие вот письма. Мы как бы разбирали, и для тех, кто не в теме, вот будет ссылка вверху. Вот здесь вот пройдите и гляньте. Там конкретные письма от Терентьева, где они пишут, что годовая ставка, вот сколько хотите, столько и начисляйте. Все договора займа, вот законы, даже если их выдавала компания, у которых нет лицензии. Данные компании осуществляют свою деятельность на общих основаниях в рамках гражданского законодательства. Ну вот же обман. Ну вот согласитесь, вот как вот здесь вот конкретно одно, вот здесь вот конкретно одно вот указывается, а на экране телевизоров совсем другое. Вот на мой взгляд, здесь вот есть такая латентная поддержка махинаторов. А может даже и коррупция. Здесь-то лавандос-то черный, а далый никто не заметит. А банке-то взятку давать не будет. Иногда, с другой стороны, это вообще похоже на один большой заговор. Положение государства так устроено, что даже если что-то хочешь, ты обязательно должен это приобрести в кредит. Кредиты ведь берут не потому, что такая психология, давайте сейчас купим вот побольше дорогой сотовый телефон, проведем свадьбу. Просто это стратегия выживания на самом деле у многих людей. Огромное количество бедных людей. Мы все об этом знаем. Гляньте просто, что творится в регионах. Там реально плакать хочется. Люди не могут брать уже кредиты в нормальных банках из-за испорченной истории. А вот и этой ситуацией пользуются эти спекулянты, с которыми мы боремся. Их-то никто не контролирует. И напротив, поддерживает прикормленный суд, арбитраж, нотариус, частные судебные исполнители. И вот эта шайка-алейка качает сейчас миллиарды с населения. Аллах свидетель. Аллах тоже знает. Кому еще ты разболтал? Поэтому, друзья, мы еще раз обращаемся к финрегулятору, к депутатам парламента, что нужно ужесточить наказание. Прямо вот ввести уголовную ответственность за выдачу кредитов без лицензии. И при этом нужно привязаться к формальному составу. И не искать в этих действиях величину заоблачного материального ущерба. Вот разъясняю с точки зрения юриспруденции. У нас есть статья 214. Есть уголовная ответственность. Да, не спорю. Но она наступает только тогда, когда наступает угроза государству. Или нанесен ущерб гражданину, по-моему, около 6 миллионов тенге. То есть, ну, этого никогда не произойдет. Как можно гражданину причинить ущерб в 6 миллионов тенге? Он-то займ-то взял всего 100 тысяч тенге. Как ему приписать сверху 6 миллионов тенге? Ну, этого никогда не происходит. И поэтому вот эта вот сфера, она остается в неконтролируемых диапазонах нашего закона. Это вот и есть дыра в законе. И поэтому у нас в этой связи не будет, ну, никогда не будет такого приговора. Это просто утопия. Я за свою практику не знаю ни одного прецедента, ни одного судебного решения, где бы наказали, привлекли к уголовной ответственности виновное лицо, которое выдавало кредит. Нет. Ну, нету такого. У нас, как бы, все любят писать законы, отчитываются, что у нас есть уголовная статья, что вот ввели, ужесточили, все должно быть в порядке. А приговора нету по этому факту. Ни одного в стране. И теперь вы знаете почему. Потому что этот состав, он никогда не образуется. Никогда не будет такого, чтобы человеку простому был нанесен ущерб в 6 миллионов тенге за займ в 50 тысяч тенге. И чтобы этого было достаточно, чтобы возбудить дело. Ну, недостаточно. Все всегда будут отказывать от возбуждения уголовного дела. Я, например, скажу, что вот компания, которая выдала кредит, не имеет лицензии, не занимается на системном уровне незаконной выдачи кредитов. Тут же я получу отказ от возбуждения уголовного дела. Потому что я не подпадаю под условия, под состав. Там просто нет ущерба. Материальный состав. Вот и все. На этом, друзья, вот вы теперь знаете, где у нас коллизии в законе. О существующих проблемах. И если мы все с вами будем знать об этих коллизиях, то об этом должно знать и руководство страны, и тот, кто придумывает эти законы. Если даже мы станем просить устранения дырок в законе, то они должны, безусловно, быть устранены. Действующее правительство, действующие депутаты парламента. Но если они не могут, то дайте тогда другим возможность устранить эти коллизии. Чего процесс-то становления страны тормозить? Мы будем еще очень долго бдить за этой ситуацией. И мы не устанем говорить об этих проблемах, пока у нас не будет адекватного решения. И мы будем говорить об этом как о существующей проблеме. Как об онкологии в нашей стране. Поэтому не прощаемся надолго. Подписывайтесь на этот канал. Всем огромной удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok